Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Юсеф Эйхель, я ведущий специалист, развивающий оздоровительного центра БРДАВИД. Сегодня мы разберем некоторые важные нюансы, касающиеся реабилитации детей с ДЦП и нормализации их состояния. Смотрите до конца. ДЦП – это аббревиатура, которая используется для обозначения состояния, называемого в современной медицине детский церебральный паралич. Детский он потому, что диагноз ставится либо сразу после рождения, либо в течение первого года жизни ребенка. Церебральный он потому, что состояние ребенка связано с повреждением центральной нервной системы. И паралич он потому, что это состояние характеризуется нарушением способности ребенка владеть своим мышечным аппаратом. При ДЦП нет единой картины в признаках заболевания. Органы мишени и степень их поражения зависят от того, какие именно части центральной нервной системы повреждены. По нашему опыту ДЦП во многом схож с аутизмом, хотя является более тяжелым состоянием с физиологической точки зрения. Именно поэтому многие дети с аутизмом имеют некоторые признаки ДЦП, например, хождение на цыпочках, нарушение моторики. И большинство детей с ДЦП имеют также и аутичные проявления. Конвенциональная медицина выделяет три основных типа церебрального паралича. Спастический – большая скованность и затруднение движений. Присутствует у примерно 70-80% пациентов. Атетоидный или дискинетический – это наличие непроизвольных неконтролируемых движений. Называется гиперкинезой. Наблюдается у 10-20% пациентов. И атаксический – нарушение равновесия, наличие глубоких умственных отклонений. И такими являются где-то 5 или 10% пациентов. Возможно, смешанные формы. И аутизм, и ДЦП имеют в своей основе повреждения или нарушения развития ЦНС. Поэтому с нашей точки зрения эти заболевания очень похожи в своей сути. Главная разница между ними – это степень тяжести органического повреждения и, как следствие, время постановки диагноза. Если дети с аутизмом раз диагностируются только к 3 годам, дети с ДЦП получают свой диагноз гораздо раньше. С одной стороны, это говорит о степени выраженности, неврологических патологий с самого начала. Но, с другой стороны, это обеспечит возможность родителям начать реабилитацию немедленно, в период наиболее интенсивного роста ребенка, что позволяет достичь максимального эффекта в восстановлении ребенка и в компенсации его состояния. Конечно, общий прогноз напрямую зависит от вида и степени выраженности симптомов. И родители во всех своих дальнейших действиях должны ориентироваться именно на изначальную тяжесть состояния ребенка. Мы хотим поговорить об ошибках, которые делают родители в процессе воспитания и реабилитации детей с ДЦП. Во-первых, все возможности для воспитания и реабилитации такого ребенка зависят от тяжести его состояния. Главное, что должны сделать родители ребенка – это понять, насколько ребенок в принципе способен функционировать. Как правило, это можно понять из причин возникновения ДЦП у данного ребенка, а также по сопутствующим диагнозам. Например, если помимо ДЦП у ребенка значатся также и эпилепсия и микроцефалия, то, скорее всего, возможности для его реабилитации и воспитания будут очень ограниченными. Основные усилия родителей будут направлены на сохранение жизни этого ребенка. Родителям ребенка, которого невозможно накормить из-за спастики и судорог, точно будет не до его воспитания. Они будут полностью заняты уходом за ним и его жизнеобеспечением. Как правило, дети с такими тяжелыми поражениями ЦНС страдают и нарушением интеллекта, и прогнозы на их нормальное развитие будут не очень оптимистичными. Если же ДЦП у ребенка ограничивается более или менее плегиями и порезами конечностей, то у таких детей перспектива нормального ментального, интеллектуального и даже физического развития может быть вполне реальной. Таких детей необходимо не только развивать, но и воспитывать. Родители могут делать ошибки в воспитании своих детей с ДЦП точно так же, как и родители совершенно нормотипичных и здоровых детей. Как правило, родители хотят своим детям только хорошего, но они осуществляют воспитание ребенка не учитывая того, что во взрослом возрасте ребенку придется жить не с любящими его родителями, а с посторонними людьми. И ребенок должен уметь интегрироваться в общество, так чтобы ему было там комфортно и чтобы было комфортно окружающим его людям, которые будут за ним ухаживать. Наиболее грубой ошибкой в воспитании такого ребенка будет относиться к нему изначально как к полному инвалиду, который ничего не способен сделать сам. В такой атмосфере у ребенка нет и не может быть стимула к развитию, потому что идеи о том, что он сам может и должен что-то сделать для себя и для окружающих, просто не существует в его голове. Очень часто родители, реализующие именно такой подход к ребенку, страдают еще и чувством вины за инвалидность ребенка. Все это вместе приводит к тому, что родители, а иногда и другие члены семьи, оказываются в самом настоящем рабстве у этого ребенка-инвалида. Чем старше ребенок, тем сложнее изменить эту ситуацию, особенно если ребенок имеет полноценный интеллект. Это сложно даже если выясняется, что ребенок способен многое делать самостоятельно. Такие дети прекрасно осознают наличие чувства вины у родителей и умеют использовать его в своих манипуляциях, иногда делая жизнь родителей просто невыносимой. Мы такие примеры видели, к сожалению. Самый простой способ выйти из такой системы отношений – это в нее не попадать. Если родители изначально стараются относиться к своему ребенку как к полноценному члену общества, требуют от него делать все, что он способен делать, так что ребенок осознает свою ответственность за отношения в семье, в первую очередь за отношения в семье, то все оказывается намного лучше. Ребенок научается использовать свои физические возможности максимальным образом. Он умеет вежливо просить, он умеет благодарить за оказанные ему услуги и даже умеет просить прощения в случаях, если он кого-нибудь обидел. Такая идиллия достигается только при условии, что родители действительно хотят видеть своего ребенка полноценным членом общества. Сейчас мы поговорим о том, как нужно планировать реабилитацию ребенка для того, чтобы достичь наилучших результатов. Очевидно, что план по реабилитации зависит от конкретных повреждений у конкретного ребенка. Обычно выделяют три функциональные сферы, в которых необходимо проводить реабилитацию и лечение. Во-первых, устранение двигательных нарушений, развитие моторики. Во-вторых, работа с нарушениями речи и работа над развитием речи. И, наконец, коррекция психической деятельности. Главная идея реабилитации – это психика и тело должны работать совместно, должны активно взаимодействовать. Цель стандартной реабилитации – выработать осознанные управляемые рациональные движения, снизить спастику и напряжение. Лечение и реабилитацию следует начинать как можно раньше. Это залог успеха в борьбе с ДЦП. Чем старше становится ребенок, тем сложнее ему даются изменения, и тем сложнее ему догнать своих сверстников. Стандартом программ реабилитации является участие следующих специалистов. Педиатр, реабилитолог, психолог, логопед, дефектолог, физиотерапевт, массажист и ЛФК. В отличие от стандартных программ реабилитации, которые можно найти везде, в нашем центре используется другой подход к восстановлению детей с нарушениями развития или с повреждениями центральной нервной системы. Мы нацелены на возможное восстановление поврежденных участков ЦНС нетрадиционными методами. Помимо этого, мы используем самые эффективные нелечебные методы, принятые в стандартных реабилитационных программах, а также методы развития интеллекта и психики ребенка. В нашей практике регулярно встречаются дети с различными формами ДЦП. Практически всем их родителям в свое время были даны отрицательные прогнозы в плане развития. Сегодня все эти дети по определению невролога не соответствуют своим диагнозам. Кто-то из тех, кому обещали вечно инвалидное кресло, ходит, прыгает и бегает. Кто-то, чьих родителей принуждали вживлять ребенку зонт, потому что ребенка было невозможно накормить из-за спастики и судорог, сегодня нормально кушает и так далее. Методы нетрадиционной медицины, на основе которых основаны наши авторские методики, позволяют добиться значительных улучшений в состоянии детей с ДЦП. Например, ребенок, обратившийся к нам с диагностированной слепотой и глухотой, на сегодняшний день способен видеть и прекрасно слышат. Ребенок, обратившийся к нам с неработающей правой стороной тела, правосторонняя гемиплегия, на сегодняшний день ходит, бегает и прыгает. Мы стараемся документировать процесс восстановления детей, хотя это очень непростое дело, требующее много внимания и усилий со стороны и родителей, и нас, и мы благодарим всех родителей, участвовавших в сборе видеоматериалов. Такие фильмы отлично иллюстрируют наши авторские методы и позволяют родителям оценить, хотят ли они обратиться к нам. Очень ярким фильмом про то, как мы работаем с ДЦП и как при этом восстанавливается ребенок, является документальный фильм про девочку Нуки, который можно посмотреть у нас на канале, перейдя по подсказке выше. Также на канале есть отзывы других родителей о похожих проблемах. Еще несколько фильмов есть в разработке, вскоре они тоже будут опубликованы на нашем канале. Следите за обновлениями. Ребенок с диагнозом ДЦП зависит от родителей, и их отношение к нему гораздо больше, чем здоровый нормотипичный ребенок. Родители, осознающие это, должны наблюдать за своим ребенком и оценивать его состояние до, в процессе и после всех методов реабилитации, которые они используют. Если родители видят, что их усилия не приносят нужного результата, им следует остановиться и проверить, все ли они делают правильно. Дело в том, что правильно разные для каждого такого ребенка, и то, что правильно для одного, может быть катастрофой для другого. При аутизме и РАС мы ориентируемся на степень отставания и других повреждений в психическом развитии ребенка. При наличии ДЦП нам еще необходимо учитывать наличие физических ограничений, а также дополнительных диагнозов, таких как эпилепсия. Зачастую приходится учитывать и некоторые побочные эффекты от принимаемых медикаментов. Например, необходимо учитывать, что прием ПЭПов сам по себе может тормозить психическое развитие ребенка. При этом при наличии активных приступов от них невозможно отказаться. Решением в таких случаях может быть пересмотр применяемых препаратов и их дозировки. То есть правильной стратегией для родителей в таком случае будет обращение к опытному эпилептологу и, возможно, даже госпитализация в стационаре для подбора оптимально работающих препаратов. Очень часто тяжелые формы ДЦП сопровождаются снижением или полной потерей зрения и слуха. Для таких детей требуются специальные реабилитационные программы для слабовидящих и слабослышащих детей с учетом других аспектов их состояния. Главное при составлении программы реабилитации для ребенка с ДЦП – это учет всех его индивидуальных особенностей. Многих детей можно неплохо продвинуть по нашей авторской методике. Как правило, нам удается снять тяжелую спастику и вывести ребенка в более легкое состояние. Во многих случаях улучшения гораздо более значительны, особенно для детей младшего возраста. Спасибо за то, что вы посмотрели наше видео. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал и поставьте нам лайк. Мы – это Центр еврейской медицины БРДАВИД. Еврейская медицина – это вид комплементарной медицины, сочетающей естественные методы из альтернативной медицины, реабилитологии и конвенциональной медицины. Мы также используем развивающие игры в рамках физической реабилитации, арт-терапии и музыкотерапии. Все вместе позволяет нам добиться удивительных результатов, о чем можно найти множество документальных свидетельств и фильмов, лекций и отчетов родителей на нашем YouTube-канале по поиску БРДАВИД. Нас также можно найти через наш сайт по адресу www.br-david.com. Субтитры создавал DimaTorzok